На предприятии «Ледохнилпродукт» работал мой отец, начальником мукомольного цеха. Когда я был маленький, я все это видел. Кажется, в двух словах, производство муки и зерно смолось просто, а на самом деле это огромное здание было, огромная машина, огромное производство. Сотец как будто руководил, не знаю, каким-то космическим коллайдером. Он здесь проработал 40 лет, и вот после его ухода его место занял я. Меня зовут Сергей Юрчак, я начальник мукомольного цеха ООО «Лида Хлебопродукт». Я пришел на предприятие «Лида Хлебопродукт» 13 лет назад. После школы, когда я уже начал получать образование, мне стало интересно все-таки продукт питания. Направление понравилось, и очень хорошо и легко давалось такие дисциплины, которые этому содействовали. Например, вот химия, математика, физика. У нас в стране есть один институт, который готовит именно специалистов, которые работают на таких предприятиях. Это Могилевский государственный университет. И вот после школы я сразу туда поступил, там отучился и по распределению направился на кабинах хлебопродуктов ООО «Лида Хлебопродукт», где я устроился мастером. Теперь уже последние пару месяцев работаю начальником коммунного цеха. Буду стараться вложить все свои силы, все свои знания, чтобы не подвести отца. Наше предприятие включает в себя весь цикл производства, от посадки продукции и зерновки, от выращивания ее, приемки, перерабатывания ее и получения готового продукта, который уже доставляется потребителю. «Лида Хлебопродукт» включает в себя такие цеха, как комбикормовый цех, мукомольный цех, элеватор и фабрику по производству макаронных изделий. «Мы работаем в трех сменном графике с 8 до 8 часов, поэтому к 7 часам я стараюсь утром появляться на работе. Поломки или какие-то вопросы были в течение предыдущей смены, все их учесть и все эти вопросы решать уже в дальнейшем. Здравствуйте! Как про смена, какие вопросы, какие поломки, как отработали? Все, сейчас работаем, да? Да, сейчас работаем. Это сердце мукомольного цеха. Здесь приходит управление фимийской мельницей. Показана работа всего оборудования. Вот это оборудование зерночисленного отделения для данного работы. Здесь оборудование размольного отделения. Я, как начальник цеха, контролирую полный цикл от приемки зерна с элеватора до выхода готовой продукции. Качество нашей продукции зависит от огромного количества факторов. В первую очередь, очень сильно влияет фактор это сырье, из которого мы производим муку. Погодные условия в первую очередь влияют на выращенный продукт, на его выполненность, натуру, на саму зерновку, на сам колос. Поэтому, как погода закомандует, какое сырье мы получаем, и с таким сырьем уже и работаем. Там, на производстве, уже включаем знания, опыт, применяем, чтобы получить на выходе высокого качества продукта. Работа нашего комбината начинается с приемки зерна. Прежде всего, автотранспорт проходит дезинфекцию. У нас есть специальный дезинфекцию. Далее машина подлежает производственной визировочной лаборатории, где отбирается автоматическим пробоотборщиком пробы зерна для анализа качества зерна, привозимой сходясь. Лаборатория получает показатели качества данной партии зерна и уже дальше определяет размещение данной продукции в зернохранилищах. Это зернохранилища для зерна. В них располагается объем зерна более 110 тысяч тонн. Этого объема хватает на целый год работы мукомольного цеха, комикормового цеха. Огромные емкости, похожие на многоэтажные панельные дома. Внутри только пустота. В этой пустоте находится зерно. Зерно, поступающее на элеватор, оно сортируется по основным показателям. Это влажность, примеси и класса. И дальше оно распределяется по гункерам. Ассортимент зерна, которое принимается элеватором, очень разнообразный. Это рожь, пшеница, твердая пшеница, которую закупаем в Казахстане. Также ячмень, кукуруза. Ассортимент очень большой. Самая горячая пора, конечно, для элеватора – это приемка зерна, которая осуществляется в конце июля, август месяц и сентябрь месяц. Конечно, элеватор, он не только два месяца в году работает, но работает тоже в течение целый год. В зерне происходит самосогревание, ввиду того, что зерновка – это живой организм, оно дышит. И при этом дыхании выделяется тепло. При долгом хранении происходит самосогревание зерна. Поэтому зерно старается все время перекатывать, чтобы он не залеживался на долгое время. Это очень опасный фактор. Поэтому специально в каждой силосе, в каждой емкости есть термоподвеска, которая контролирует температуру на каждой высоте. Если бы делали контроль температуры хранящегося зерна, может привести к очень серьезным последствиям. Даже в позе до взрыва хранящегося зерна в бункере, емкости, части элеватора. В данный момент в зернохранилище поступает мукомольный цех. Вот по такому конвейеру. Наш мукомольный цех состоит из двух основных частей. Первая часть – это зерноочистительное отделение. Там, где зерно подготавливают и очищают от примесей. Второе отделение – это уже размольное отделение. Там, где уже это зерно очищенное, подготовленное, оно размалывается. Зерно поступает в мукомольный цех согласно помольной партии. Партия формируется, исходя из зерновки. Зерно может быть высокой кельковины, маленькой кельковины, а при смешивании высокой и маленькой получится средняя кельковина. И в итоге мы получим качественный продукт. С высокой кельковины получается муком премиером классом. В нашей стране в последнее время показатели кельковины очень высокие. И у нас недостатка пшеницы, высокой кельковины нет вообще. Основная очистка начинается с седьмого этажа мукомольного цеха, где дальше самочувствующим транспортом попадает на каждое по очереди оборудованием, которое находится последовательно на каждом этаже. Так как зерно с полей приходит с очень многими примесями, очень много отходов, поэтому у нашего мукомольного цеху установлено очень много машин для очистки зерна. И на каждом этаже стоит не одна, а по несколько пар машин, которые отбирают различные типы отходов. Это короткие примеси, легкие камни, минеральные примеси. Камниотборник называется камниотборник. Камниотборник, где отбираются все камни, которые приходят с полей. Они не отобрались на сепараторе, потому что они похожи на размер зерна. Но здесь, за счет плотности и тяжести, они легко отбираются от зерна. Далее зерно поступает на обочную машину, благодаря которой уменьшается зольность зерна. И также выбивается с зерновки ввиду ее формы необычной. Есть такая оборозка внутри, в которой забивается пыль, разная грязь, песок. Это все там выбивается. И зерновка таким образом сщается на обочной машине за счет такого ударного действия. Далее, после основной очистки, зерно поднимается воздухом на шестой этаж. Попадает на второй этап. Второй этап включает в себя увлажнение зерна. Это очень важный, самый главный этап подготовительного отделения, зерночистительного отделения. Вот это первый этап увлажнения зерна. Вот сыпется зерно по самотекам, вот подается вода, и тут шнек, который перемешивает воду зерном и получает на выходе увлажненное зерно. Любой процесс для получения муки – это отделение эндосперма от оболочек. Ввиду того, что эндосперм – это основные части крахмала, белок, которого получается мука. Оболочки, они стоят из клетчатки, которым организм не усаивается, поэтому их надо отделить. Когда зерно размалывают после увлажнения, оболочки легко деляются. Ввиду того, что они эластичные, они крупные. Зерно закладывается в силоса в зависимости от культуры на определенное количество времени. В зерно пшеницы закладывается от 10 до 12 часов для равномерного распределения влаги по всей зерновке. Силос – это бункер, емкость просто большого размера. В 100 тонн вмещает один силос. После увлаживания происходит третий этап. Уже перед размолом окончательный этап очистки и до увлажнения зерна. Зерно поднимается на пятый этаж, на очистительную машину, на обоечную машину. Здесь дополнительно истирается еще обзеленное количество оболочек. Далее зерно попадает на интоллейтер. Машина называется еще стерилизатор. Там, где зерно обеззаражено. Александр Игоревич, закатайте в зерно 17-й силос. С 20-го открывайте, готовим зерно к размолу. Зерно поступает на вальцевой станке. Происходит измельчение зерна. И получаются уже крупно-дустовые продукты. И далее поднимается пневмо транспортом, воздухом, наверх, на седьмой этаж. Где просто дальше падает самотек. И по самотеку падают на расе. Энтрасер состоит из огромного количества сид. Содержается колебательно-поступательное движение. Как у хозяйки, которая просеивает обычную гуглу дома. Так и здесь. Только здесь огромное количество сид. Продукт рассеивается. Происходит разделение продукта по размерам частиц. Каждый размер направляется в своем направлении. Согласно схеме. Крупные частицы проявляются, согласно технологической схеме, в одном направлении, более мелкие, а в другом. И так вот образуются крупы разных видов. На данном этапе после просеяния также получается крупа манная, которая может измельчаться и получается мука. Или отбирается сразу как готовая продукция и потом запаковывается фасольца в пакеты. Далее круподустовые продукты отправляются опять на вальцевые станки, где происходит дальнейшее их измельчение. Дальше воздухом поднимаются наверх и опять поступают на расер, где опять просеиваются и опять отсеиваются по размерам уже более мелкие частицы, более крупные. И уже третьим этапом, конечным, уже из-за этих мелких частиц, опять отправляются они на размол, на вальцевые станки, где измельчаются и уже поднимаются наверх, где опять попадают на расер, где они просеиваются и отделяется мука готовой продукции. Процесс измельчения и просеивания мы повторяем огромное множество раз. Порой это достигает 200-300 раз. Зерно в процессе очистки опускается сверху вниз по самотекам. Так и персонал вместе с этим зерно проходит по всем этажам сверху вниз, контролируя процесс очистки зерна. И так много раз в течение дня. Чем больше количество раз мы это сделаем, чем больше получим на выходе готовой продукции, выход больше, качество выше. При получении готовой продукции она отправляется на контрольное сито, где также оно просеивается еще раз, чтобы точно в муке никакого подсора не было, чтобы мука была в соответствующем качестве. В работе мукомольного цеха очень важна роль лаборатории, которая выбирает бросцы и делает контроль показателей качества. Я с лабораторией работаю в тесном контакте, как и начальники каждой смены. И на основании их замечаний мы вносим определенные изменения в производство муки. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Как сегодня работает? Какая у вас сорт порядка? Скажите по сортам мука, высший сорт. ГОСТ, премиум, какой белизна, качество какое? СТА 54-28, белизна 54. Все хорошо, работаем дальше. В упаковках сорта обозначено два основных показателя. Это белизна и клейковина. Две цифры. 54, например, 28. Бывает 36, 27. Первая цифра – это белизна. Чем выше цифра, чем белее мука. Вторая цифра – это клейковина. Чем она выше, чем больше клейковина. Клейковина, она идет 23, 25, 28. Белизна идет уже зависимо от сорта. Очень сильно пролезает. Есть второй сорт, там очень маленькая белизна – 12. Есть первый сорт, повыше белизна, уже 36. Выше сорт, уже 54 и выше. Из пшеничной муки 54-28, содержанием клейковины 28%, в домашних условиях прекрасно получится. Чаобата, пицца, также домашние макаронные изделия, домашняя лапша. Клейковина впитывает воду и удерживает каркас. В чаобате очень важны большие поры в структуре, уже в готовом хлебе. Вот это количество и качество клейковины позволяет создать вот эту большую пористость внутри. А для блинов, для оладий, для бисквитов прекрасно подойдет мука 54-25, содержанием клейковины 25%. Так как бисквит имеет такую мелкопористую структуру, для него не так важно большое содержание клейковины. Литская мука – это не только мука, но еще и полуфабрикаты, а также композитные смеси, которые мы разрабатываем для хлебозаводов. Также у нас очень много смесей для того, чтобы облегчить труд хозяйки. Это смеси и для пиццы, для оладий, для пончиков, для тортов. Сейчас все стремятся к здоровому образу жизни и к правильному питанию, поэтому мы тоже учитываем это при разработке наших смесей. Вот мы разработали фитнес-хлеб. В его состав входит мука первого сорта, гречневая мука, льняная мука, а также семена льна и семена подсолнечника. Чем выше сорт муки, тем она калорийнее, поэтому для этой смеси мы используем муку первого сорта. Одна из задач – проверить уже у нас в лаборатории то, что мы изготовили, протестировать и посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В том числе процесса, который мы увидели, мука закладывает с него са готовой продукции. И дальше мука отгружается уже на вагонную муководку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данная мука уникальна тем, что у нее очень длинно развитая линия размова, которая позволит себе, может, только наше предприятие ввиду большого объема производства. У нас мука самого высокого качества. Мы не экономим на оборудовании, на электроэнергии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из вагона муковоза мука начнет компрессором, воздухом, поднимается по трубам. И дальше она попадает на фасовочную линию. Данная линия мука фасуется в пакеты по одному килограмму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот пакет – итоги нашей огромной кропотливой работы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наше предприятие, на самом деле, имеет очень давнюю историю. Проходили очень много интересных этапов за время своего существования. И очень скоро мы будем праздновать 100-летний юбилей. Потому что начало мы ведем с 1923 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было маленькое частное предприятие по переработке зерна у населения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня лидохлебпродукт – это многопрофильный комплекс, который включает в себя не только нашу известную продукцию. Это мука, это макаронные изделия, но и комбикормопродукция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это сельскохозяйственное подразделение, где выращивается фрукт, наргат и скот. Это получается молоко. Это птицефабрика. И сыноческие комплексы. То есть мы имеем сегодня практически всю линейку производства продукции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принципиально позиция нашего комбината – мы берем только лучшее зерно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй критерий, который есть, это, конечно, наши люди. Люди работают давно, они передают знания, умения получать эту продукцию из поколения в поколение. И это позволяет нам, мемельнице, получать муку, которая известна сегодня не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и третья составляющая – это спозиционирование нашего предприятия для предприятия, выпускающего качество продукции. Поэтому каждая хозяйка знает сегодня, что лучшая продукция на кухне получается только из личного муку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В коммунном цеху огромный ассортимент выпускаем продукции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Основные виды – это мука пшеничная, высшего сорта, первого сорта, второго сорта. Также мука третикалевая, обзирная, мука ржаная, обзирная. Мука сеянная, ржаная. Также мы, конечно, делаем муку высших сортов для макаронных изделий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макаронная фабрика – одна из наших самых молодых, успешных линий по производству макаронных изделий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На фабрике установлено новейшее оборудование, которое позволяет производить макаронные изделия различных сортов. Весь цикл контролируется двумя операторами. Один занимается перекаткой муки. У нас непосредственно в производственном помещении второй полностью запускает линию и контролирует весь процесс. Вот с начала и до конца процесс закрыт, и поэтому на выходе мы уже имеем готовые цехи макаронные изделия, которые в дальнейшем идут на пособку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Производство макаронных изделий из муки твёрдых сортов наложено достаточно недавно. Преимущество твёрдых сортов пшеницы перед всеми остальными тем, что твёрдые сорта пшеницы содержат белок, который легче усваивается нашим организмом, содержат углеводы, которые более полезны, чем из пшеницы мягких сортов. Кроме того, содержат жиры ненасыщенные, которые легче усваиваются и расщепляются организмом и не способствуют напору лишнего веса. Поэтому, если вы хотите, кушайте и, скажем так, не толстеть, лучше выбирать, конечно, макароны изделий из твёрдых сортов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также при макаронной производстве ещё получаются отруби, которые отправляются на комикормовый цех. Для производства премиксов, комикормов, различного ассортимента продукции. Также часть отруби отправляются на экспорт и на внутренний рынок нашей страны. Эти отруби добавляют в рецепты и формируют комикорм. Дальше комикорм гранулирует, получаются вот такие вот гранулы. Получаются такие гранулы, дальше эти гранулы смещаются, и получается крупка, которая уже поспасовывается в мешки и отправляется на корм в стаду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наш логотип, он всегда очень узнаваем. Каждый потребитель, я уверен, его знает. Продукцию встречаю часто везде и всюду. В каждом магазине трудно их заметить. Всегда, в первых рядах, всегда масло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы дома используем только литскую муку. Сам сделал, знаю, что надежно, качественно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из прекрасной фразы «Хлеб всему голова». Я с ней полностью согласен. Мы производим луку, без которой этот хлеб уже невозможен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова